Всем снова привет, мои дорогие друзья! Таня делает кетчуп дальше и решила поделиться с вами своим секретом. Девчонки, рецепт действительно хороший. Для дочери рассказываю, для мамочки, ну и для тех, кто может быть заинтересуется еще девчонки. Потому что у каждой хозяйки свой рецепт, у Тани такой. Что я буду сейчас делать, девочки? Первым делом буду яблочки измельчать. Всю красоту, девчонки, высыпаю сразу в свой томатный сок, который у меня пока только его 4 литра. Дальше я добавлю. Рецепт я делаю на 8 литров, но сам записан у меня данный знакомой женщиной рецепт на 4 литра томатного сока. Кто хочет, запишите себе. 4 литра томатного сока, полкило яблок, но я делаю больше всегда для того, чтобы было помесить, чтобы был такой он густой-густой. Килограмм лука, чеснока по вкусу, девчонки. Все это мы измельчаем крупно. Чем крупнее, тем нам легче и быстрее все это дело потом перетрется. Даже у кого если нет сокоганки специальной, как у нас, через сито легко, когда крупное, перетирать. Мелкое пока поймаешь. Перчик ну, грамм 400. Я беру, девчонки, полкило все. Все-таки перец болгарский дает особый аромат, особый вкус. Горький перец я не кладу совсем по той простой причине, что в нашей семье никто не любит. Абсолютно никто. В том числе и я. Такой кетчуп похож на магазинный, потому что в нем присутствует еще корица. Вот на один рецепт, на одну порцию нужно столовую, то есть две столовых ложки корицы. Воздичку кидаю туда, душистый перец по вкусу. Все это ну, 6-10 горошин. Больше никаких приправ не добавляю. Сейчас поставлю все это вариться и будет у меня эта высота часа 3 вариться на очень таком медленном огне, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Когда все это сварится, девочки, остывает, это уже будет завтра процесс. Я вам постараюсь его показать. И начинаем перетирать. Кто через сито, я перетираю на своей подружке соковыжималки. муж ставит на самое сильное положение, поэтому получается очень и очень густое и абсолютно никаких ингредиентов там не будет плавать. Нет лука, нет чеснока. Все это перетрется. Будет очень густая такая цельная масса. Ну, готова. Пять девочки, эту массу нужно будет проварить. Добавил уже сахар, соль, соль добавляю я 2 столовых ложки на порцию и 350, можно 400, кто любит послаже, грамм сахара. Когда все проварилось, буквально за 5 минут до того, как отключишь, добавляем уксус 9% по рецепту 300 грамм, я беру 250 в стакан полный. А на эту порцию, на двойную, получается бутылка уксуса. Девочки, никогда не берите уксус красная цена на заготовки. Может быть, так, конечно, он и пойдет, а на заготовке тоже проверено, я не раз обжигалась, поэтому я беру уксус Егоревский, может, кто-то еще другой знает хороший уксус, но только не красную целую из пятерки приняли из магнита. Перец измельчаем крупно, вот так, видно вам, и все у нас будет хорошо. Сейчас я буду работать и кое-что вам, девчонки, расскажу. Меня не видно, видны мои рабочие руки. Девочки, что хочу я вам сказать сегодня. Вот, на одном канале я посмотрела ролик, что делается пиар, когда рассказывается о других каналах. Я этого делать не буду, а я просто расскажу честно про один очень хороший канал. Если люди эти меня не смотрят или смотрят не всегда, никакой обиды нет. Мне просто чисто душевно этот канал очень-очень нравится. Многие даже деньги платят за то, чтобы мы сделали рекламу. Ну, этот канал, девушка-то молодая, Леночка, он в особой рекламе не нуждается. У них два канала. Один канал уже хороший такой, развит очень хорошо, больше 32 тысяч подписчиков. на этом канале Леночка выставляет больше такие информативные видео про сад, огород, рецепты шикарные. Я прям влюбилась в эту девчонку молоденькую. Но когда она ко мне сама пришла первая в гости и подписалась, когда я зашла на второй канал, канал у них влоговый, называется канал, девочки, хроники большой семьи. Действительно, семья большая, очень дружная, девочки. Семья трудоголиков, это хорошее слово, я считаю. Причем все там от мала до велика работают для своей семьи. Очень дружные ребята. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Кому-то покажутся очень длинными их ролики. Да, у Лены там ролики по полчаса, по 40 минут. но, девочки, я даже с нехваткой времени засматриваюсь, особенно по вечерам, а обычно муж и Илюша выставляет, я так поняла, что он монтирует ролики, вечерами с удовольствием смотрю, просто как будто я пошла в гости к своим каким-то родственникам, знакомым и наблюдаю за их жизнью. Семья у них большая, потому что живут они вместе с родителями Лены и живут очень дружно. Это сейчас большая девочки редкость, когда старики, не в обиду будет сказано, дедушки с бабушкой, уживаются с молодежью. Все помогают друг другу, наверное, поэтому Леночка много успевает. Мальчишки такие интересные, такие хорошие. Вот все кричат оооо, не показывайте детей, не показывайте детей в кадрах. Ребята, но если достойные, хорошие дети, да чушь их не показать. И они сами не боятся скажем прямо камеры. Ребята замечательные, старший Матвей. Я прям вообще в него влюбилась. Такой помощник. Даже своему сыну говорю, Андрюш, смотри, парни старше тебя, на год по-моему старше, все помогают маме и такие отношения у них в семье хорошие. Поэтому, девчонки, кто хочет, зайдите. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и будете проживать дни этой семьи вместе с ними. Обычная семья, но как-то все просто, по-доброму, интересно, ну, скажем, прямо западает в душу. Приятно смотреть. Никаких таких скандалов, никаких пиар, как у нас некоторые любят. Просто очень и очень интересно. это мое личное мнение. Может, кто-то останется равнодушен. Но я думаю, люди, которые тоже живут простой жизнью, для них это будет интересно. У каждого свое счастье, у каждого своя жизнь. Но иногда можно посмотреть и чему-то поучиться. Не даже в плане рецептов, а в плане отношений. Когда все понимают друг друга, уважают стариков, когда дети не сидят в интернете бездумно, слушают, что им советуют родители. Мне очень нравится этот канал. Хроники большой семьи. Если Леночка посмотрит, мне пусть напишет пару строк. Взаимной рекламы я не прошу. Кто захочет, девочки, тот сам скажет. Кто нет, поверьте мне, как бы не раскаливал, как бы не рассказывал, деньги даже многие уже платят за рекламу. Если не по душе, никто смотреть не будет. А если нравится, то и 40 минут просмотришь, пролетит как один мех. Будешь ты доволен и рад тому, что нашел свой канал. вот 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 у меня вам сегодня басни. Лучок очень редкий. наверное девочки, мальчики буду плакать. Очень много рецептов я посмотрела у Лены и кетчуп они тоже с мамой готовили. Только не такой, но я сделаю ароматный тоже кетчуп, оставила я томат, обязательно сделаю, там надо много петрушки, кинзы надо. кинзы куплю, сразу говорю, у меня кинзы нет, а петрушка у нас своя, поэтому будем делиться и учиться у других, у молодежи. У нас как мне писала одна подписчица, у нас замечательная молодежь, и я с ней полностью согласна. Кто хает нашу молодежь, тот ее просто не знаете, не видел, видят просто таких товарищей по типу Ксении Собчак наверное, а настоящая молодежь она вот тут в селах, маленьких городках, которая для своей семьи живет и бога не гневит, довольствуется малым. Вот такие у меня сегодня вам разговоры. Сейчас добавлю ребята, что канал второй у Лены дела хозяйские тоже очень интересный. Я бы хотела его маме своей посоветовать. Она любит такие каналы, где информация какая-то интересная. Как они управляются с хозяйством, с теплителем. молодцы! Но при этом никого ничего не учат, как и положено, а просто рассказывают то, что у происходит. Так что ребята, заходите, подписывайтесь. Кто хотя бы один зайдет, я буду очень рада, что кому-то помогло в продвижении канала. Что-то я красная девчонки, не знаю, набегалась весь день, теперь сижу как пышка. Вот так у меня густо, густо получилось. сейчас девчонки еще добавлю 4 литра на 8 литров двойную порцию Таня ставит вариться. Все. Ребята, красота неземная. Как тут без больших костюль и без больших ложек. Ставлю на медленный огонь, чтобы ничего у меня не пригорело. Так, всыпаем соль, 2 ложки столовых, а мне надо 4, сахар 350, я делаю 250, значит пол кило сахара на 2 порции, девчонки, я делаю 2 порции. Девчонки, соль, сахар я запустила, теперь считаю лавровый лист. Раз, два, три, четыре, пять. Почему считаю, чтобы потом его выловить. Это единственное, что я буду вылавливать перед тем, как перетирать готовый сваренный мой кетчуп. Дальше щедро душистый перчик и гвоздичка там у меня. Она останется, она вся перетрется, ничего не попадет, кроме крупиночек мелких переваренных. И теперь корица. Открыла, ребята, новую пачку. Сейчас сюда 2 столовых ложки. У меня двойная порция, так что вы одну. А можете без корицы, конечно, но она, конечно, дает очень хороший ароматный вкус. Красота неземная, девочки. Теперь главное тщательно все перемешать, чтобы корица опустилась вниз. Все. Эта красота пусть варится у нас 3 часа. Можно, девочки, варить, конечно, 2 часа на сильном огне, но сильный огонь может пригореть. Чем слабее огонь, тем больше выпарится жидкость и будет идеальный густой томатный кетчуп. Все, мои хорошие, на этом Таня закругляется. Крышкой сейчас накрою, но потом открою, чтобы влага уходила. Прямо так уже хочется лизнуть вкусно-вкусно. Это я знаю наверняка. Девчонки, мальчишки, доброе утро. Я сегодня с утра как лисичка, сестра упросила мужа мне быстренько перекрутить все мое сваренное производство. Все, что нужно на кетчуп. Девчонки, он на пасеку собрался. А я тут как, не знаю, прям, ну ничего, попало вроде под руку, согласился. Сейчас для него это, девочки, без обмана. 7-10 минут и все будет готово. Я вам покажу. Вот в каком состоянии сейчас наш будущий кетчуп. сильно упарился. Все отлично. Ну еще буду варить, еще упариться. Процесс запущен, его не остановить. Аж маха почти нету. Отлично отжимает. Ребята, 20 минут потребовалось мужу, чтобы все это перекрутить. Вот показываю вам, специально не мешала гуще там. Именно и приправки, все, все, все стало одной однородной массой. Получилось конечно меньше, чем было. Сейчас я обязательно измерю и в ту же самую костюльку свою перелью. Для чего буду мерить, девчонки, чтобы банки лишние не намывать. Сюда уже ничего я не буду добавлять. Может быть соль и сахар, попробую на вкус. И уксус. Примерно добавлю пол-литра лишнюю баночку. А вот это отходы, девчонки. Отходов совсем мало. Еще немножко в трубки, в насадки, которая вот она здесь чуть-чуть. Все остальное безотходное производство. Девочки, сразу хочу вам сказать, как я отмываю эту красоту. Раньше прямо не могла отмыть, а сейчас зубной щеткой мгновенно открывает, отмывается мгновенно. Единственное, залить надо водой. Сейчас водичкой залью, постоит минут десять. И все. Хороша, хороша эта помощница, но, девчонки, один минус. Сама ее собрать не могу, только муж, потому что она очень тугая, и он собирает ее только сам. Всегда жду его, когда же он мне все это соберет. Измерила, девчонки, получилось у меня ровно девять с половиной литров. Добавим уксус, получается десять литров. Значит, Тане нужно пол-литровых двадцать баночек. Но столько у меня не будет, сколько будет остальные ноль семь. Этого кетчупа нам хватит не на один год. Еще поделимся с братишкой. Вот такие дела, девчонки, потрудились мы не зря. Провариваю сейчас буквально минут двадцать, потом пять минут с уксусом и разливаю в стрельные баночки. Я управилась. Ребята, на этом все. Дальше показывать уже не буду. Каждая хозяйка знает, как и что делать. Трудный рецепт, непростой, долгий. Мне потребовалось почти два дня, но зато будем лакомиться всю зиму. На этом пока-пока, а я занимаюсь дальше. У меня томатов еще много, буду делать другие разносолы. Покажу, не покажу, не знаю. Всем счастливо. К нам заходите, подписывайтесь, будем очень всем рады. Мы Листва всегда с вами. Пока!